Девушки отдыхают Соня, тебе придется меня простить Ты мое прошлое, настоящее, будущее Меня просто не знала Ну, значит, тогда извините, пожалуйста Собеспокойство, до свидания, всего хорошего Значит, я сделаю аборт Нет, подождите Открыть ее дверь Нет, подождите Подождите, не надо Я прошу вас, послушайте меня Нам надо поговорить, идите сюда Идите сюда Сядьте, сядьте и успокойтесь Иди сюда Так, вам ничего не надо делать Это неправильно, послушайте меня Это неправильно, вы посмотрите, какая вы красивая У вас такой замечательный ребенок получится Но у вас вся жизнь впереди Вы так всем нравитесь Я уверена, что у вас все еще будет хорошо Но я помогу вам Да, я помогу вам Я знаю, что будет трудно Но если Если он будет вам мешать Ну, то есть не мешать, конечно Но сложности будут, сложности И вы, я могу На неделю, на две, на месяц Вы можете оставить его мне Вы договорились? А? Здравствуйте Ушел из жизни Анатолий Савчак Не выдержало сердце Теперь уже дело патолога Анатолов Находить, сколько там у него На этом самом сердце Рубцов Но, уважаемые мною коллеги Дорогие господа журналисты Нет ли на этом самом сердце Рубцов, которые появились Из-за нашей с вами деятельности? И вообще, где та грань Которая отделяет Наше с вами желание Сказать правду с экрана Либо на страницах газет Либо с радиоэфира Сказать правду Пусть жесткую, горькую Но правду И то, что Не просто ранит человека А иногда убивает Сегодня разговор О нашем прошлом И о том, как сегодня Мы должны к нему относиться Двух ложечек будет достаточно Гиря Григорьевна пьет некрепкий Ну что, вы довольны разговором с ней? Да, конечно, как я могу быть недовольна А она давно не давала интервью? Ну, после смерти профессора Неравно Да и до того Я вообще не помню, чтобы Кира Григорьевна кому-нибудь давала интервью То, что я попал в этот дом Это все благодаря только вам Ой, да не преувеличивайте Подождите минутку Я вам хотел сказать Пойдемте Она нас ждет Я вам очень благодарен Это не только деловой разговор Пойдемте Где же вы, Сергей? Я нашла Идем, идем, Кира Григорьевна Чай несем Вы знаете, я сформулировала Угу Вы меня спросили Что отличало его От других великих От великих ученых тех лет И вы знаете Я сформулировала У интеллектуальная щедрость Он разбрасывал свои знания легко Без разбора И люди пользовались этим По одним его Оговоркам Намекам Были написаны Целые диссертации Угу А скажите Какие именно? А лучше вы мне Расскажите о нем Я? Да Я-то его знала Как мужа И не могла быть Объективной Вот Вы слышите Имя Профессор Ярцев Вот это имя Что-нибудь Говорит Новому поколению Да, конечно Мне даже странно Что вы об этом спрашиваете Конечно Говорят Вот рассказывайте Рассказывайте Профессор Ярцев Какие мысли Ассоциации Ну Я бы сказал так Что в первую очередь Конечно Это слово гений Потому что И в сознании Нашего поколения Как и других Это безусловно Гениальный человек Второе Это совесть В общем совесть Не одного Какого-то Конкретного Человека Конкретного Ученого А совесть Целого поколения Может быть Даже Целые эпохи Ну Кроме того Ледокол Ярцев Улица Москве Город Есть с таким Названием А вы знаете Вот этот Городок Раньше Назывался Светлый Да что Интересно Кругом Колючая проволока Охранники На вышках Пропускной Пункт Строже Чем На границе А внутри Интеллектуальное Царство Столько Светлых Умов Какое Было Оборудование Для сороковых Годов Это то же самое Что сейчас Я даже Не подберу Сравнение Биология На самых Передних Рубежах Мы на Крыльях Летали А потом С профессорами Попереговорили Вы работали Над продолжением Жизни Теперь поработайте На воскресенье Биологическое Оружие Мы Страшно Рисковали Мы Нашли Мужество Отказаться Но Отпустить Нас Они уже Не могли Тупик Но Все же Они Не посмели Может быть Надеялись Извлечь Из него Пользу Из него Всегда Старались Все Извлечь Пользу Мужу Дали Лабораторию Малюсенькую Оборудованную Наполовину Но Делай Что Хочешь Это Были Счастливые Годы Страшные В то же Время Счастливые Я Конечно Ассистировала Микроскопы Штаммы Колбы И через Три года У мужа Уже была Готова Теория А потом Он начал Умирать Вы Имеете Ввиду Уже Москву Нет Он Два раза Умирал И один раз Это было В светлом Вы мне Этого не Рассказывали Утечка Там Произошла И Целого Ученого Городка Самых Светлых Голов Как не Бывало Я Я Я до сих пор Не знаю Чего Они умерли Что-то Очень Серьезное Они Изобрели Человек В два дня Превращался В скелет Музы Музы Это Видно Не очень Зацепило Но Через Неделю Сердце Стало Стало Останавливаться Можете себе Представить Это Когда На ваших Глазах Самый Самый Дорогой Человек Превращается В Мертвеца Худела На глазах Я его Уже На руках Носила Колыбельно Ему пела От отчаяния А Он Он только Смотрел Тоскливо И повторял Не успел Как жаль Что не успел Не успел Не успел Не успел Как Уже Не успел Не успел Кирик 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 Как Выпейте Сергей Откройте Дверь Мне нужно Видеть Профессора Ярцева Профессора Нет Он что Уехал Он не уехал Он умер Несколько месяцев Назад Я же Не Да А Вы Вы что Вы его родственник Нет Я не родственник А журналист Нет Ну это я вижу А А так Что такое Журналист Делает В квартире Профессора Ну Я имею ввиду Передачу Статью Статью Я собираю материал И что же Вы собираетесь Писать Правду Только Правду Да что ты говоришь Все правду Что же На ты Да можно и на ты Слушай Журналист Вот мой телефон Позвони мне У меня Есть Кое-какие Интересные материалы О чем О профессоре Позвони Позвони Я буду После восьми Позвони Поверь Это очень интересно Кто звонил Ошиблись дверью Кира Григорьевна Если Вам не трудно Давайте продолжим Как говорится Не было бы счастья Да несчастье Помогло Вот Именно так С нами и случилось Так вы знали Профессора Нет Нет К счастью Для него Нет В 52 Я еще Пешком Под стол Ходил В таком случае Что Вы мне Хотите сообщить Ну Понимаешь Есть один скелет В кафу Ты ведь Представляешь В какое время Творил свое открытие Наш великий ученый Половина страны сидела Половина страны Стучала Да Я не понимаю И профессор Ярцев Никогда не сидел Он бы хотел сказать Что он принадлежал К другой половине Я готов поспорить Что вдова Ни слова Тебе не сказала О том Что случилось В 52-м году Осенью 52-го Да Ни слова Конечно Так вот Осенью 52-го Совесть науки Донесла Донес на своего Сослуживца То не может быть Может Сослуживца Посадили Семью Выслали В северный Казахстан Я вам не верю Конечно Не веришь А ты спроси Вдову Даже интересно Что она ответит Да Я понимаю Неудобно Не спросишь Спрошу Так вот В Москве Решили Организовать Институт Геронтологии Скажите В каком Это было Году Сталин Умер В 53-м А верхушка Вся Тоже Старики И Эта тема Была им Жизненно Необходима Кира Григорьевна Ради Бога Извините Но мы почему-то Упускаем из внимания Целых два года Я имею ввиду 51-й И 52-й Не могу Знаете Даже в воздухе Что-то изменилось Муж был еще слаб А все время Улыбался Я что-то лишнего Наговорил Про 52-й год Что там случилось С Оля Сергей Я вас Очень прошу Я привела вас В этот дом Мне вас Рекомендовали И поверьте Без моей помощи Вы бы не смогли Поговорить С Кирой Григорьевной Так Так долго И Так откровенно Вы можете причинить боль Ей и мне Да В 52-м году Действительно Было выступление На ученом совете Да Это было И Это выступление Можно было бы Расценить Как донос Но только При очень больном Воображении Это был научный спор В это время Началась борьба С космополитами Сергей Ну я вас Очень прошу Не мучите Киру Григорьевну Девушки отдыхают Я слушаю Во-первых Здравствуйте Не надо кричать Я знаю Я знаю Рукопись почти готова Почти Да Хорошо Она будет у вас на столе Завтра утром В эфире третьего не дано Ну и так Что делать Что делать Этому конкретному Хоть и экранному Но вполне реальному герою Журналисту Сергею Что делать всем нам Когда мы думаем О прошлом Что оттуда Вынимать Что вспоминать Что Делать Достоянием Ушей А стало быть Памяти наших детей И потом внуков Только хорошее Или то Что связано с прошлым Может быть И не очень хорошее Вам решать Посмотрите на свои экраны Там два телефона Телефон интерактивного опроса Звоните Все очень просто Рассказать Или умолчать Каждый раз Когда мы готовим Эту передачу Мы думаем Кто должен здесь Быть в студии Чтобы Ну чтобы этот Ваш выбор Был обоснован Не только собственным опытом Но и Опытом тех людей Которые Ну может быть Пережили то же Что переживают герои Этих фильмов Так вот Здесь в студии У нас сегодня Прежде всего Ну не прежде всего Но во всяком случае Есть журналисты Есть вот эти самые Сережа Извините Только как вас зовут Виталий Михаил Виталий Михаил Вы журналист Открытого университета Будущие журналисты Сейчас студенты Вы газетные журналисты Или радио Или Ну я пока никакую Так Газеты теле Газеты теле Вот давайте сыграем Сейчас с вами в такую игру Я ваш Будущий А может быть нынешний Вы уже журналисты Профессиональные Вы работаете в некоем Средстве массовой информации Я ваш начальник И я говорю Ребята Вот у меня есть подвал Например в газете Или там 40 минут эфира На телевидении Мне нужно срочно Ну соскочил материал Срочно нужно заполнить Что вы поставите В это самое место В газете Либо в эфир Материал о прошлом Материал о настоящем Или материал о будущем Ну я не буду расшифровывать Абстрактная ситуация Что вам ближе сегодня Мне сегодня больше всего Интереснее конечно Настоящее время Как бы Не знаю Может я сам такой человек Просто мне как бы Прошлое особо не касается И будущее тоже особо не смотрю Все равно людей В первую очередь волнует Вот наше настоящее Вот сегодняшний день То есть Бенков Нью-Йорк Березовский Дома Путин И так далее Да? Нет Я бы Скорее написал Наверное о будущем О будущем Да То есть многополярный мир Прекрасное будущее страны Экономику И так далее Как я свято верил В коммунистические идеи Как я верил Что мы живем В лучшей стране в мире Как я верил Что у нас в Советском Союзе Все справедливо Все по закону Первый удар По моей святой Вере в компартию Коммунистические идеи Был нанесен на первом курсе Когда наш преподаватель По истории КПСС Рассказал нам О сталинских репрессиях Это строки из письма Андрея Черныша Письмо, которое пришло к нам По интернету Алексей, да Простите, Алексей И, естественно Вы наш гость Гость вот этого реального письма Вы, насколько мне стало известно Вот сейчас мы с вами познакомились Вы учитель истории Бывший 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 Алексей Вот ребята, которые бы Ну, мы абстрактно сыграли в эту игру Да, их как-то не очень заинтересовало То, что происходило в прошлом То есть то, что вот мы показали И, может быть, это нормально Но вы пишете, что это чуть ли не удар А если бы я был редактором И вы писали бы мне ставить Я бы подчеркнул это слово Написал пафос Это действительно был удар? Да, это был удар Это был удар Потому что, выходя из школы Или оканчивая школу Я совершенно не представлял о том О сталинском времени Я не представлял, что это такое И наш учитель истории Александр Матвеевич Семеров Доцент Кафедры истории КПСС Почти тайком Рассказывал нам о репрессиях В армии В среде интеллигенции Чем вызывало недовольство И руководство университета Это запало очень глубоко в душу мне Все равно я как-то не очень почувствовал Вот этого самого удара Ну и что? Это же о тех, кто жил когда-то Зачем нам-то с вами сейчас Молодым, здоровым, жизнерадостным Видящим светлое будущее России Чего-то там, какие-то гулаги Кто-то там, чего-то кого-то стрелял Зачем? Нет, я думаю, что надо знать прошлое Забыв о репрессиях Забыв о том, что было в прошлом Мы будущего хорошего не построим Будущее наше будет И значит, что делать надо Сереже? Я думаю, что он должен рассказать И убить тем самым вдову Я думаю, что она знает об этом Знает об этом Знала ли о том, что происходило С уважаемым Николаем Вавиловым Ну, одна фамилия, да? Что стоит? Уважаемый наш гость Юрий Николаевич Вавилов Юрий Николаевич, вот там прозвучала фраза Пол страны сидела, а пол страны стучала Никогда вам не приходилось оправдываться за отца? Что уж вас-то отец Николай Вавилов Не стучал никогда? Вы знаете, многим это кажется странным И, ну, в общем, я могу сказать, что я родился в рубашке То есть, несмотря на ужасную судьбу моего отца Которую многие знают Даже в учебнике истории Сегодня я листал в книжном магазине Свежий учебник истории отечества Где очень хорошо о моем отце написано Учебные пособия И о его судьбе Вот вам не приходилось за него? Приходилось Потому что ко мне Ни разу, так сказать Меня не называли сыном врага народа И мне как-то даже неудобно Вот перед Антоновым Мовсеенком Который пострадал, так сказать В лагерях был из-за отца А меня судьба миновала И здесь мне помог мой дядя Которого я безгранично уважаю Как и своего отца Николая Ивановича Вавилова Сергей Иванович Вавилов Который был в сталинские времена Президентом Академии наук И Сталин к нему, как ни странно, хорошо относился Может быть, это не странно Тем, кто знает хорошо Как характер Сталина То есть вы, в общем, категорически отвергаете Вот это примитивное такое деление Что полстраны сидело, полстраны стучало Ну, я, во-первых, считаю, что не полстраны Действительно очень много стучало Но отнюдь не полстраны И, в общем-то, сидело не полстраны Но ужасно много То есть я считаю, что Сталинские репрессии Это ужасная эпоха была Вы знаете, вот, опять же, при подготовке к этой передаче Я связался с сотрудниками архива госбезопасности И вот что любопытно Они мне рассказали следующее Очень много существует дел Бывших ученых То есть, ну, ученых, которые были Действительно мировыми светилами тогда На деле, которое рукой Берия написано Завербовать при отказе расстрелять Через день, через два, через неделю, через месяц Эти люди выходили на свободу Ну, а уж соглашались они, так сказать Быть завербованы или нет Я не знаю Уважаемый Антон Владимирович Одна ваша фамилия, Антонов-Овсенков Моментально нас переносит Вот в те самые времена Когда молодой, красивый человек Входил в Зимний дворец И говорил, кто тут временный слазь А потом? Да, ну, во-первых Если позволительно пошутить Мне кажется, что он по близорукости арестовал не тех, кого надо Вот так вот Потому что все перевернулось И будя он сегодня жив Я не знаю, как бы он отнесся к нашему настоящему И еще я хотел бы сказать, что О прошлом сейчас идет разговор О прошлом воюет с нашим настоящим И наносит, если так красиво высказаться Превентивный удар нашему будущему И доносительство все равно было Это страшная язва Каверна на нашей истории На нашем народе Каверна страшная Эта каверна не заросла еще Извините за неприятный вопрос А вас самого вербовали? Меня ни разу, я могу с гордостью сказать Не пытались вербовать Ни разу Тем не менее, вы отсидели И меня не пытали ни разу Но когда я встречаю людей Которые доносили и сдавали Говоря так по нашему полагерному Солдаты своих друзей Сокурсников Даже в институте на эстфаке и так далее Все это делали Под пытками, наверное И если бы меня страшно пытали В крови искупали бы Я не знаю, на кого бы и что бы я написал Вот об этом надо помнить Но я не оправдываю доносительство Оно и сегодня, к сожалению, тоже живо Даже в нашей семье Я могу один страшный факт рассказать Ну, коротко, буквально в полминуты Мой старший брат Владимир Владимирович Авсеенко Первые супруги отца К нему приходит Екатерина Андрикайнис Наш замечательный кинодокументалист Автор этой серии Антон Владимирович, да? Да, серии о нашем балетмейстере Замечательном, да, вы знаете Да Вот о котором сейчас у него день рождения Так, Моисеев Она приходит к нему после меня И сказала мне, что я обязательно должна с ним поговорить Не только с вами Я говорю, не садите, Катя Пошла она к нему Это был 83-й год Столетие моего отца рождения Он ей сказал, Владимир Авсеенко Правильно сделали, что отца расстреляли Он был троцкистом Вот еще, оказывается, сам воздух был отравлен Понятно, Антон Владимирович, а что делать вот в этой ситуации нашему молодому журналисту? Ведь рассказав о том, что этот замечательный ученый Ярцев еще и стучал И по его доносу был убит человек Это тоже в какой-то степени доносительство? Может быть и так Но ведь, знаете, отважных людей, которые отказывались бы и шли насмерть Не так уж много было Особенно ведь на этом играли и бухаринские процессы Сейчас, секундочку Что делать Сергею? На родственников Что ему делать? Говорить о том Сыну Не сыну Это просто журналист А, то есть журналист На нем, извините, я перепутал Просто журналист Ну, при случае, если кто-то желает Не объявлять же об этом по радио и так далее Но, кстати, я вот... Спасибо, спасибо Антон Владимирович, спасибо Секундочку Алексей Венедиктов Главный редактор Эхо Москвы Радиостанции Которая, в общем, ну Наверное, можно назвать, да Совестью нации в течение целых девяти лет Вот в ситуации, в которых сейчас побывали наши молодые журналисты Сам Алексей Венедиков был? Ну, может быть, не с таким напряжением Но, конечно, был Скажем, когда мы узнали о том, что готовится операция на сердце Ельцина Была такая бурная дискуссия Объявлять об этом или нет Насколько это правильно, насколько это нужно Да, такой простой вопрос Вроде бы нам это ничем не грозило Но дискуссия была по вопросам этики Этики журналистов Говорить об этом или нет? Ну, мы сказали, но споры были крупные А что касается этого молодого человека Здесь совершенно очевидно Это надо говорить, ему придется об этом написать И молодые люди, вот студенты, они не поняли главного Это не об академике Ярцеве А эпизод, это об этом журналисте То есть о них, о самих Они себя в нем не увидели Им придется принимать решение Им завтра, ровно, точно Почему завтра? Можно сегодня принимать решения какие-то, а не завтра? Сегодня, сегодня вы узнаете, что ваш дед был кровавым палачом А вы об этом пишете о своем деде книгу Что вы сделаете, напишите, нет? Если, ну, как бы, если это факты реальные, то я напишу Хорошо Об этом надо говорить, но это надо обставить так, чтобы это не выглядело пошло, там грязно Что вот, да, может он ученый, но вот он прежде всего стукач Надо как раз наоборот сказать, что он ученый И только потом, что вот он настучал Но этот его недостаток, это не превышает его все остальные достоинства Как взвесить на весах, как взвесить? Вот прежде чем будем взвешивать на весах, Алексей Вот просто вы видите сейчас нашу заставку Давайте мы посмотрим еще небольшой фрагмент И, может быть, тогда будет более ясна позиция и Сергея в том числе Ну и что ты написал? Не густ 1952 Прошу прощения Валючка, здравствуйте 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 Должно поговорить Что случилось? Нет, ничего Что случилось? Почему ты дрожишь? Нет, нет Тут Смотрите, Валючка, большое расположение Да Пойдемте, я же, Валючка Ходи Ходи у меня здесь Да, да, спасибо Ходи, приходи Ходи Слушайте Сергей, я хочу с вами поговорить серьезно Мы поговорим Чай, кофе Сергей, вы талантливый человек, к сожалению Что? К сожалению? Да, мне очень жаль Я думала, что вы другой, несовременный Что у вас осталось что-то святое Не смейтесь Нет, я не смеюсь Я не прошу вас нисхождения Тем более человек О котором вы пишете Заменил мне Отца Да, он и Кира Григорьевна Были мне больше, чем родители Это идеальные родители Они знали ответы на все вопросы Но Это не к делу Я Я не прошу вас нисхождения Так же к Кире Григорьевне Хотя вы могли бы По крайней мере Подождать, пока Она умрет Неужели вы не понимаете Какую боль вы ей причините Сережа, это так по-советски Взять и плюнуть в памятник Пушкин, любовница Есенин, водка Это так просто В обывательской голове Только это и остается Он такой, как мы Но не я это открываю Вы забыли Сколько добра он сделал людям Сколько добра Скольких он спас Физически спас От тюрьмы От голода Скольким он Да ну вы-то помните Но Ваш читатель об этом и не вспомнит Понимаете У них останется только Ага Он был такой же Как и все Он был гений Понимаете Он был гений Он Он потом всю жизнь Он всю свою жизнь потом каялся Он считал это выступление На ученом совете Позором жизни Он приложил все усилия Чтобы найти этого ученого Он не мог его найти Его расстреляли А вы откуда знаете Это был мой отец Мы его отца расстреляли Катя Михайлович Вы же сами говорили Это же ваши слова Вы же сами говорили Что времена-то были Какие полстраны стучало Но ведь их всех заставляли Голосовать Выступать на советах На митингах Это ваши слова У меня есть бумаги Которые все объясняют Это Это донос Документ подлинный Я смог получить его Только теперь Это было очень непросто Но Я по профессии следователь Делай с этим что хочешь Музыка 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 Владлен Георгиевич Сироткин Владлен Георгиевич Сироткин, профессор, преподаватель дипломатической академии, но и преподаватель Сарбонны. Владлен Георгиевич, понятно ли французам вот все эти наши страсти, все эти наши переживания? О чем вы рассказываете, когда говорите о 30-х, 40-х, 50-х? Ну, вообще, проблема не ровая, а во французскую революцию и так не было. Они писали донос, а не было гильотины. А закон о подозрительных, который был принят Екабельским конвентом, подозрительных... То есть это все не только наше? Ну, абсолютно. Американское... То есть им это понятно? А почему тогда это непонятно многим из тех, кто сейчас на митингах держит плакаты «Не дадим в обиду Иосифа Виссарионовича?» Понимаете, они же в конце концов нашли то, что называется консенсус. Видите, когда праздновали 200-летие французской революции, президент Франции, покойный Франсуа Миттеран, пригласил потомков. И Марата, и Шарлотты Кордей, которая убила Марата. И они сидели рядом? Нет, они пили шампанское. Был на этом приеме в Елисейском дворце в 200-летию. То есть они нашли вот этот консенсус. Даже в Испании, в долине Павших, огромный памятник, крест. По одну сторону лежат республиканцы, по другую фалангисты. И только мы продолжаем гражданскую войну. А почему, Владимир Георгиевич? А вот у нас, когда собираются три российских интеллигента, они высказывают пять мнений, и все прямо противоположные. Вячеслав Никонов, хотя я хочу все время назвать другую фамилию, Молотов, это ваш дед. Вам не приходилось, Вячеслав, никогда оправдываться за своего деда? Вот все время звучит, полстраны сидела, полстраны стучала, полстраны сидела, полстраны стучала. То есть третьего не дано. Ну вот вы меня сейчас опять заставляете это делать, оправдываться за деда, хотя я думаю, что вряд ли это нужно делать. Деду повезло, да, в 30-е годы его не репрессировали. Ему повезло, что Сталин умер в 53-м, они в 54-м, умрем в 54-м, и деда бы тоже не было. Была бабушка Полина Семеновна, которая сидела, которую взяли, и я смотрел ее дело. Я хочу вообще рассказать о двух эпизодах. Вот этот эпизод первый, я смотрел ее дело. В деле были доносы, или то, что можно считать доносом. Два из них были написаны ее братом и ее сестрой. Их посадили еще до бабушки. Они сидели на Лубянке, и они подписали против нее показания. Они не вышли с Лубянки. Бабушка вышла через 4 года, когда умер Сталин. Могу ли я осуждать, да, сестру и брата моей бабушки. Они были на Лубянке, у них вышибали показания. Извините, Вячеслав, что я неожиданно... Это первый. Это эпизод первый. Эпизод второй, тоже с этим связанный. На дворе 89-й год. Перестройка. Разоблачают все, что было. Масса публикаций о культе личности, о Молотове, о моей бабушке. И вот в одной публикации обнаруживается, что тогда, когда бабушку посадили, моя мама якобы от нее отреклась. Статью написал очень уважаемый публицист. Это была ложь. Через два дня моя мама умерла. У нее отказалось сердце. Понимаете, прошлое стреляет настоящее. Конечно, о нем надо рассказывать. Но о нем надо рассказывать правду. И надо очень хорошо учитывать, в какое время это все происходило. Возвращаясь к нашему фильму, что делать Сергею, учитывая, что публикация может убить вдову? Сергею надо подождать. Подождать. Владимир Георгиевич, я вас не спросил. А вы что думаете? Так писать надо же правду. Писать надо правду. Сейчас, секундочку. Вы знаете, при подготовке этой передачи фактически ни один человек, которому я звонил, не отказал. Отказала одна организация. И вот давайте снова сыграем с вами в одну игру. Как вы думаете, руководство какой организации, категорически узнав, что здесь будет происходить разговор о репрессиях, не дало разрешения своим сотрудникам прийти сюда? Коммунист. Сложно сказать, на самом деле, сразу. Это была федеральная служба безопасности. И это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Евгений Савастьянов, Евгений Вадимович, да, забыл ваше отчество, извините. Евгений Вадимович, обращаюсь сейчас к вам как к человеку, который возглавлял московскую организацию достаточно долгое время. Евгений Вадимович, скажите, пожалуйста, что сегодня такое творится, как вы думаете, за стенами Лубянки, о чем не могут, даже просто сидя здесь, говорить ее сотрудники? Им категорически это запрещено. Да не думаю, что там что-то особенное сейчас происходит. Думаю, что просто интерес к данной теме и к возможным поворотам ее немножко напугал. И потом просто надо знать, с кем вы говорили. Это возможно просто, ну... Не сказать, что говорили с Патрушевым. Вполне возможно просто больше отношения к конкретному телеканалу, чем отношения к передаче. Понятно. Тогда ваше отношение вот ко всей этой истории, о которой мы говорим, не только о вопросе, так сказать, Сергея, конкретного журналистов, а вообще, вот, что из прошлого нам вынимать? Кстати, вы читали свое собственное досье, дело? Категорически отказывался. Почему? Не видел ни малейшего смысла портить отношения с людьми, с которыми сложились хорошие отношения. Это имеет, понятно, полные возможности. Хорошо. Ну, а что делать в данном случае с Сергеем и Сергеем, то есть нам всем? Я бы выделил три темы здесь. Первая тема – это профессиональная, так сказать, относящаяся к работе спецслужбы. Вот, к сожалению, примелькнул довольно типичный эпизод. Секретные материалы, похоже, какие-то попали в руки журналисты. Я могу сказать одно, вот, в период своей работы я ввел правило такое. Если оперативная разработка прекращается за отсутствием в действиях разрабатываемого лица признаков состава преступления, потом обязательно проверять, на каком, что послужило основанием для оперативного источника, дать ту информацию, которую он дал. То есть всегда нужно было разобраться и понять, руководила ли личная корысть человеком, или это была объективная ошибка, заблуждение. Соответственно, реакция могла быть разной. Можно было объяснить ошибку, разъяснить неправильность методов работы. Можно было исключить из агентурного аппарата. А можно было привлечь к уголовной ответственности за неправильный донос. Кстати говоря, вот здесь, я так, честно говоря, думаю, термин-то «донос» был несколько огульно использован. Почему? Ну, выступил человек на ученом совете. То есть разница между докладом и доносом? Да, конечно, существенная. Вот если бы речь шла о доносе, здесь возникали бы все вопросы, связанные с охраной гостайны. Потому что материалы попадали бы... Со мной говорит специалист, профессионал, а гражданин... Сейчас, я сказал, здесь есть три вопроса. Итак, вот тут нет вообще ничего, что должно удерживать журналисту от публикации. Я считаю, что он имеет право публиковать... Понятно. И бог с ней, да, и бог с ней с этой вдовой. Но, но, вот по тому, что мы видим, ему еще предстоит этот материал проверить. Вот ему надо с этим материалом просто поработать. Дальше он, я считаю, его профессиональный долг это опубликовать. И, наконец, третье. Вот обратите внимание закономерность всех бразильских, мексиканских телесериалов. Вы замечали то, что с ними связано? Они продолжаются ровно до тех пор, пока герои врут друг другу. Вот из серии в серию они врут, и продолжается сериал. В последней серии все говорят правду, и сериал заканчивается. Это общая закономерность. К сожалению, в 17-м году нас свергли в такое вранье, прекратившееся до сих пор, что пока мы не поставим точку во всей этой проблеме, мы будем врать. И я бы хотел все-таки акцентировать внимание на позитиве. Вот обратите внимание, очень хорошая мысль прозвучала. Похоронены фалангисты, похоронены республиканцы на одном приеме вместе сторонники той и другой стороны у французов. А у нас до сих пор нет памятников Корнилову, Каледину, Алексееву и так далее, и так далее. Понятно. Спасибо. Значит, Сергею работать с материалом, а потом публиковать. Вы этим занимаетесь каждый день, так? Да, получается так. Вы тогда представьтесь, да? Андрей Артизов, комиссия по реабилитации жертв политических репрессий. Я бы хотел сказать, что масштабы доносительства были таковы, что если все это открыть и назвать фамилии, это будет, в общем-то, страшно. Не первый раз я это слышу. Опять же, сотрудник госбезопасности по телефону мне сказал, мир перевернется и будет другой президент, если мы откроем все. Вы знаете, существует для сотрудников госбезопасности, во-первых, закон об оперативно-розыскной деятельности, согласно которому осведомители, те, кто работает вместе с ними и выполняет эту работу, и при рассекречивании документов их клички и фамилии вымарываются. И мы вынуждены с этим законом считаться, когда мы публикуем документы, вот готовим тома, сейчас связанные с реабилитацией, и во всех публикациях фактически вот эти фамилии, они вымараны, вымараны не нами, но при рассекречивании соответствующими органами, это первое. Значит, они между нас, они живут, и все в порядке у них? Ну, насчет в порядке это сложно сказать. Второе. Вот Вячеслав Иванов, сын Всеволода Иванова, он написал одну очень интересную работу, посвященную теме «Убил ли Сталин Горького?». И вот он там вспоминает, как ему отец рассказывал, что отец, будучи молодым писателем, на одном из приемов в начале 20-х годов столкнулся с Дзержинским. Дзержинский к нему подошел и стал его хвалить, прием кремлевский был и говорит, что вот очень к нему хорошо относится, и сказал, что вот он в отношении Иванова предпримет определенные действия, чтобы доказать ему дружбу. Через некоторое время к Иванову приехал Фельдсвязь, приехал Фельдсвязь, и привез пакет, значит, от Дзержинского. Он его раскрыл, стал смотреть, а там доносы, которые в 25-й, представьте себе, 24-й год, их несколько было, на отца, довольно близкими людьми. Как Вячеслав Иванов рассказывает, отец не стал их читать и сжег. При этом далее Вячеславу Всеволоду Иванову говорили, Агранов говорил, что вы бы только представляли, какие люди на нас работают. Я к чему хочу сказать? К тому, что говорить об этой теме необходимо, иначе она может повториться вновь, и от этого мы не будем застрахованы. Вопрос в другом. Как говорить? Есть еще один момент, связанный с... Секундочку, секундочку, спасибо. Художник Полищук, я думаю, что, ну, дальше как бы рассказывать не нужно. Сколько лет вы провели в лагерях? Я не провел. Ни одного? Нет. У меня расстрелян отец, а мать была создана на 8 лет в лагерь. То есть ситуация не просто знакома? Ситуация прошла через сердце, потому что она еще была трагичной от того, что сама моя история заставляла меня думать, что Советский Союз для меня будет страной ласки. Я свое детство провел в Германии. Я жил тогда, когда к власти приходил Гитлер. И поэтому мое ощущение сына коммуниста, оно как бы с кровью, с молоком было впитано. Я хочу вам показать, для того, чтобы объяснить свою позицию, я хочу вам показать огромнейшую работу, которую мы сделали вместе со Светланой Щербининой. Работа называется «Реабилитация». Вот люди, которые на ней изображены. Давайте мы покажем. Тухачевский, Бухарин, Вавилов, Мирхольд. Кстати, Вавилов здесь. Хорошо. Ильич Янов, Лихачев, Разбон. Это надо рассматривать, рассматривать достаточно серьезно. Так вот, о чем говорит эта картина, применительно к тому, что происходит здесь в студии? Она говорит о том, что нужно принять то, что было. Нужно правдиво сказать все, что можно сказать. И нужно все это обязательно облечь любовью. Потому что до тех пор, пока мы не скажем правды, в этой стране не будет ни мира, ни жизни. Я вспоминаю свою жизнь в Германии и говорю, не может быть такого, чтобы до сих пор в Германии была библиотека имени Гитлера. Проспект имени Гитлера. Не может этого быть площадь Гитлер-Юганта. Не могут быть и портреты, и бесконечное количество памятников и так далее. Не может этого быть. И пока эта двойственность будет существовать, и опасность повтора. Но самое страшное не в этом. Самое страшное в том, что мира на этой земле не будет, потому что эта земля пропитана кровью. Спасибо. Скажите, пожалуйста, ваша фамилия тоже, как вот здесь уже названа, великая фамилия Сурупа. Вам не приходилось сталкиваться с тем, что на вас смотрели, как бы, ну, это вот тот, который тоже из той половины, которые стучали? Нет, пожалуй, с этим не приходилось встречаться. Но, как он скажет, когда произошла вот эта перестройка, на меня очень косо посматривали. Потому что вы сын наркома продовольствия и сын... Да, который все это безобразие сделал. Да, я против своего деда в этом плане могу сказать. Но это они делали, это была их вера. Хотя, на самом деле, смерть деда совершенно непонятная. В Крыму он заболел и умер, до сих пор неизвестно. Отец, выходя из плен, да, я вам скажу. Истории нельзя замалчивать, нельзя причесывать. Об этом надо рассказывать. Надо рассказывать. Вот давайте, знаете, что мы сейчас сделаем? Прежде чем я приду еще к тем, с кем я не разговаривал, давайте мы дадим все-таки финал чуть раньше, чем я предполагал. Люди голосуют однозначно. Рассказать. Сережка, приходите. О, здравствуйте, Сереженька. Кира Григорьевна, я... В общем, пришел извиниться перед вами, потому что я... Я все понимаю, я все понимаю. Но могли бы и позвонить, мы очень беспокоились, куда вы пропали. Я жду гранки на подпись. Еще не готовы? Какие гранки? Какие гранки? О чем вы говорите? При чем здесь гранки? Оля, Кира Григорьевна, я... Я устроил дикий скандал. Потому что я это написал, но название не мое. Название поставлено в редакцию. Название взял редактор. Я к нему не имею никакого отношения. Я... Профессор Ярцев. Ученый и убийца. Профессор Ярцев. Ученый и убийца. Профессор Ярцев. Ученый и убийца. Ученый и убийца. Эдуард Графов, вы всю жизнь пишете... Я вас напугал, извините. Да, вот вы всю жизнь пишете не только для газет. Но вот в газете бывало такое, что то, что вы написали, было одно, а то, что было с помощью дано этого самого заголовка, практически переворачивало все. Вот как здесь. Ученый и убийца. Это приговор. Ну нет. Надо кино это... Кино, кино и есть. Не о кино, речь. Ну нет, я про это. Нет, нет, это проблем журналистов. Если они получали материалы, писали. И не о том речь. Там... Вот тут только мельком почему-то прозвучало странно. Ведь не в этом же было дело. А над... Ну тогда в 50-е годы ведь на стороной повис. Ну, в общем-то, ужас. Стала проблема мести. А не просто журналистские публикации. Понимаете, когда это поток выживших, уцелевших, ручеек по сравнению с теми, кто погиб, пошел на волю, то очень огромные коллизии образовывались. Я к вам не подходил до финала. А вы с кем рассказывать или молчать? Знаете, я с собой. Вот вы мне позвонили на днях и сказали, о чем будет идти речь. Мы чуть об этом поговорили, положили трубку. И только на следующий день я вспомнил, господи, что мы говорили. Ведь именно в конце 52-го года. То есть не в конце 52-го, а в начале 53-го, в феврале. Я был молоденький студент. И другой такой же молоденький студент на меня настучал. Меня выгнали из института, из комсомола. Представляете, что это было в феврале 52-го года. Это приговор был. Подождите. Прошло года 4-5, не больше этого существенного, вот этот размер. И мне вдруг говорят, что ты знаешь, а он умер. Причем мне не под машину попал, не мучительный смерть, а просто умер очень тяжело. Я помню, у меня мелькнуло, что, господи, молодой парень так погиб. Понимаете, если бы я это желание и мести к нему держал всю жизнь, я бы ему по телефону просто рассказал. Господи, о чем вы говорите? Конечно, я вам расскажу. Это было самое. Это ушло. Если это держать себе, то, ну, просто, может общество погибнуть. Может общество погибнуть. Владимир Георгиевич, вы привели с собой замечательного человека, который занимается правами человека. Вот попробуйте вдвоем подвести итог вот тому, что мы только чему бы были свидетелями рассказать и тем самым припечатать прошлое. Там жили ученые, но и убийцы. Да нет, ну, это застряно там ученые убийцы. Застряно предельно время у нас, Владимир Георгиевич. Ситуация в том, что, да, есть история, и важно, чтобы это не повторилось. И надо иметь какие-то гарантии, механизмы, я не знаю что, для того, чтобы это не повторялось. А для этого, скажем, есть институт уполномоченных по правам человека во многих странах. И это очень важная ситуация. Жалко, что у нас как-то не получается с этим. С Сергеем Ковалевым не получилось, потому что занял одностороннюю позицию в отношении Чечни. Нынешний уполномоченный тоже у него проблемы, и потому что он как-то вокруг себя создает саратовское землячество. Понятно. Владимир Георгиевич, передача подходит к концу. И последнее. Скажите, пожалуйста, с правами человека сегодня, по отношению к этому прошлому, у нас сейчас в порядке? Я бы сказал, что нет. И вообще хотел бы дать однозначный ответ на вопрос, поставленный в передаче. А именно, журналист не имел права на такое вмешиваться в частную жизнь? Журналист не имел права вмешиваться на эту частную самую жизнь. В 19.55 вы увидите, что бы произошло тогда во всей этой истории, если бы мы приняли другой вариант, тот вариант, который мы предложили только что. Спасибо вам за внимание. Пишите нам, пишите, и мы будем стараться ваши истории, о которых вы нам будете рассказывать, делать теми фильмами, которые мы вам будем показывать в следующий раз. Спасибо вам за внимание и до встречи в следующее воскресенье. Субтитры подогнал «Симон»